Добрый день! С вами Марина Морлок. Пошла я прогуляться. Гуляю по окраинам Ходькова. Тут такие дома. Цветёт всё, что сегодня очень жарко. Сегодня 11 июня. Жара вообще. Тут домик такой, заросший участок. Домик такой неплохой. Это рядом район, рядом с вокзалом, рядом с больницей. Тут, конечно, такие дома-то не дешёвые. В общем, а я хожу прогуливаюсь. У меня это маска, у меня в ней душно, конечно. Сегодня очень жарко. Сегодня 29 градусов. Вчера была жуткая жара, но вчера эта жара закончилась ливневым дождём. А сегодня тоже жарище. Но сегодня даже, ну так какие облака есть, но всё равно очень жарко. Я в новых босоножках. Вот то, что я купила. Новые босоножки. Но это фирма Зенден. Эту фирму я не люблю. Я просто покупала от них кроссовки. У них я покупала эти кроссовки. У меня развалились у кроссовки зимние, ботинки. Они у меня все развалились. В общем, я решила пройтись. Но вот единственный плюс, конечно, босоножки очень удобные. Они на липучке, что, конечно, намного удобнее, чем обычная обувь, где застёжки. Вот, и я пошла гулять. Меня встречает такая собачка, похожая на игрушечную. Она меня побаивается, пёсик. Пёсик побаивается. Ну, хочет подойти, но боится. Это старенький, что ли. Такой вот пёсик. На тебя не буду трогать. Как лохматая такса. А я хотела пройти. Я видела, тут мне хочется, конечно, жарко, ужасно. Хочется куда-то к воде пройти. Я видела, что тут такая, типа, речка. Ну, речка, да, тут протекает маленькая речка. И тут такая цивильная тоже есть набережная. Но к ней сложно подойти, потому что там сложно дорогу перейти. Нет возможности перейти дорогу. И я уже пошла там куда-то за больницей, обхожу всё это. То есть это вот от станции какими-то дворами иду. Не знаю, куда я выйду. Но тут такая тенистая, конечно, улица. Это такой стародачный, насколько я поняла, район. Мне это вспоминается детство. Ну, вот как я в детстве жила, тоже вот там был посёлок городского типа. Но там тоже была часть коттеджная. Тоже такие же были дороги. Такие же цветочки. Я очень любила из них делать погоны себе и всё остальное. В общем, тоже такие же там были цветники. Вот сейчас я снимусь. Вот мне прям сразу моё детство вспомнилось. Вот, и я пошла прогуливаться. Дороги такие же, да, где спускались постоянно ботинки. Зелень. Такие берёзы. Недавно троица была. За мной идёт кошки ходят, собачки. Такие вот улочки. С вами Марина Морлок. В общем, решила прогуляться. У меня сразу как-то такое детство раннее вспомнилось. А летка длинная. У меня ещё остаются длинные каникулы. Вот это вот самая большая радость детства. И каникулы все три месяца. Это у меня сейчас такая же. Такие же каникулы. Вот цветёт этот болиголов. И вот у меня прям ощущение, что лето начиналось именно с цветения вот этого вот растения. Которое, кстати, очень ядовитое. Это растение чрезвычайно ядовитое. Растёт везде. Вот. И как раз зацветали вот эти вот розочки. Махровый шиповник. Который в детстве мне казалось, что это розы. Вот они как раз зацветают. И всё. И начинается лето. Правда, купаться пока, конечно, не стоит. А хотя уже хотелось бы. Уже был и гром, и гроза. И, в принципе, уже по народным приметам уже можно купаться. Потому что уже грозы прошли. Это улица Больничный Тупик. Соответственно, я так, судя по названию, я там, наверное, не выйду. Хотя, не знаю, я говорю, я там видела такую речку, мостик такой. Мне показалось, что там прикольное место для прогулок. Тут какие-то такие странные дома. Да, тут между домов расстояние. Тут, наверное, дорога должна была быть. Но она вся заросла. Внимание, территория охраняется собакой. И такие, конечно, тут дома совершенно, дома разные. Есть и такие дорогостоящие дома. Есть такие простенькие. То есть совершенно по-разному люди живут, скажем так. Так, можно сказать. Конечно, жарко. Очень жарко. И хотя тут много зелени, все равно жарко. Я прям даже не знаю. У меня сегодня вышло в Сбербанк. Мне надо было оплатить счета за коммуналку, собственно. Что я и сделала. Надела свои кюлоты. Думаю, блин, кюлоты смотрятся, конечно, слишком креативно. Надо, наверное, их подшить и сделать из них шорты. Вот у нас российский климат. И вот это вот такое у нас лето, что у нас везде все время часто грязь. Поэтому, я говорю, я стараюсь, когда покупаю обувь, все-таки брать на платформе. По-моему, в России всегда будет модно обувь на платформе. Потому что такие дороги. О, здесь хорошо, здесь прохладненько. Еще такой пошел ветерочек. И, конечно, очень приятный. Такие дела. Нет, это куда-то все-таки не совсем тупик. Дорога куда-то идет. Однако, тут безлюдно. Как-то тут безлюдно. Тупик больничный. А, ну вот там и выход, я так думаю, к речке. Потому что, конечно, в такую погоду хочется к речке. Обычно самые комары начинаются, когда земляника отцветает. И начинается самая такая комариная пора. А сейчас так жарко, видимо, даже комаров нету. Что неожиданно. Ну, вот я говорю, разная бывает местность. Вот в Пересвете очень много комаров. И в Бужике очень много комаров. А в Александрове мало. И в Хачково, в принципе, мало тоже. Комариков. Комаратиков. Так. Вот я шла, 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 шла. Советский Союз. И, собственно, вот я вышла. Всё. Спуститься как-то. Там собачка лежит. Да, тупик. Лежит собачка. Мухи. Да, там я по ходу дела не пройду. У нас речка коричневая. Вот тут не пройдёшь. Тут надо возвращаться обратно. Туда она петлю делает такую. Там дальше дерево засохшее. Такая вот река. Да, креативненькая. Я думала, я сейчас тут по бережку погуляю. А нифига. Вот так вот. Она всё. Ну, вот так вот. Пойду я в обратный путь сейчас. Нет, там есть, конечно, какая-то тропинка. Но я не знаю, куда она ведёт. И, наверное, всё-таки в новых ботинках я не рискну туда спускаться. Вот так вот. А выглядит ничего так. Живописно. Очень даже. Субтитры создал DimaTorzok Продолжение следует...